Безусловно, поток 4 сентября стал центральной новостью этой недели. Интернет и телевизор забиты жуткими кадрами потоков воды, несущихся по улицам Уфы. Автомобили тонущие по крышу, люди бегающие в воде по пояс и так далее. Апофеозом всей этой жуткой истории стал сюжет с тем, как вода вырывает из рук матери коляску с ребенком, как проезжающие мимо водители спасают этого ребенка и так далее. Конечно, все это очень так трагично и грандиозно, но меня на самом деле насторожила в этой истории другое. Меня насторожила реакция Уфинской мэрии, которая вместо того, чтобы сказать, что мы учтем, расследуем и выясним, она заявила однозначно свою позицию устами мэра Елавова, что все в порядке, справились на отлично, никаких проблем нет, обсуждать любневку не будем и бла-бла-бла. На самом деле город Уфа оборудован любневой канализацией на 9%, что дает мне уверенность в том, что в ближайшее время, в этом сезоне или в следующем, мы увидим точно такие же потопы и вместо одного трупа можем иметь значительно большее количество жертв. И вот это пугает, честно говоря, отказ мэрии от того, чтобы принять меры и не допустить в дальнейшем подобных событий, это уже совершенно запредельный цинизм и, в общем-то, наверное, преступление. Кроме того, этот потоп уже принес нам некие последствия, то есть уже проваливается асфальт на Комсомольской, видимо, провалится во многих других местах, уже поползли некоторые дома в сторону ближайших оврагов, то есть это подмытие фундаментов и так далее, то есть без последствий подобные явления проходить не будут. И тем более настораживает то, что эти явления будут повторяться. Еще раз повторю, что позиция мэрии, на мой взгляд, это преступление в отношении граждан Уфы и людей, которые подвергаются теперь систематическому риску. На этой неделе в Китае состоялся очередной саммит БРИКС, столь близкий сердцу каждого уфимца, но на него не был приглашен хамитов, что на самом деле странно, потому что по протоколу приглашаются прежние хозяева предыдущего саммита, это безусловно, абсолютно и всегда, хамитов не поехал в Китай. Это, конечно, такой тревожный звонок для хамитова из Кремля. Кроме того, известно, что восточный выезд из Уфы, грандиозная транспортная развязка и очень дорогостоящий транспортный проект, должен финансироваться банком БРИКС. И, безусловно, только от него зависит, будет ли реализован этот проект. И то, что хамитов не поехал на саммит, говорит о том, что реализация этого проекта, конечно, находится под большим вопросом. То есть, очень вероятно, что это станет очередным прожектом хамитова, громко заявленным, объявленным и нереализованным. Мы поживем, увидим. Небольшой эпизод, очередной эпизод в дикой кадровой политике в республике. Из Администрации Уфимского района в должности заместителя главы с треском был уволен господин Ковшов. В общем-то, район вздохнул с облегчением. Я думаю, что и глава района вздохнул с облегчением, потому что этот юноша, не в меру резвый, в общем-то, совершенно не скрывая своих интересов и намерений, грубо и настойчиво лоббировал интересы застройщиков в Уфимском районе, пробивая для них возможности и прочее, прочее. Ну, собственно, все мы сейчас знаем историю с Миловским парком. И, ну, в общем-то, господин Ковшов, это один из лоббистов этого парка, и мы знаем, что сейчас гигантская проблема. Так вот, к моему великому удивлению, этот человек становится заместителем представителя госстроя Республики Башкортостан. То есть не следственные действия в его адрес организованы, не расследование его деятельности, а, в общем-то, повышение. То есть вот примерно по такому принципу построена кадровая политика Башкирии. Если ты проявил себя как лоббист, как человек, который, значит, способен ущерб жителям региона или района продлевать чьи-то интересы, ты получаешь повышение, значит, и особенно повышение по профилю. Теперь, я думаю, что Республика Башкортостан будет активно лоббировать интересы застройщиков именно на уровне комитета по строительству и службе Башкортостан. Ситуация с конфликтом вокруг изучения башкирского языка продолжает развиваться. Федеральное ведомство уже, в общем-то, я так понял, что разобрались в той роли, которую здесь играет Министерство образования Башкортостана и Министерство Башкортостана, поняли, что эта компания не то чтобы не нормализует ситуацию, а скорее ее усугубляет, и из Москвы раздалось требование об увольнении госпожи Шафиковой с поста министра образования Республики Башкортостан. Однако, в этой ситуации Хамитов среагировал за его нетипичное. Он вместо того, чтобы покорно уволить министра, увольняет замминистра Валериева. Ход достаточно странный, и на самом деле, скорее всего, будет иметь последствия, потому что в Москве уже убедились в том, от кого исходит вся эта смута, и, соответственно, я думаю, что москвичи будут добиваться все-таки увольнения самой Шафиковой. Это, на самом деле, для Башкирии хорошо, потому что очевидно, что группа культура образования медицины у нас находится в глубочайшем кризисе, и чем скорее будут уволены люди, отвечающие за этот кризис, тем быстрее, наверное, у нас что-то изменится с мёртвой точки. На этой неделе практически все электронные СМИ в Ашкирии давали информацию по стандалу в Белорецке. В конце недели в Уфу приехал депутат Государственной Думы Амаров, который тоже очень большое внимание уделил этой истории. История заключается в том, что за то, что директор школы номер 21 Белорецка Кривоуз встретился с депутатом Государственной Думы, его уволили с работы. Вопиющая, конечно, история. Они много сейчас говорят и пишут. Для меня в этой истории ещё примечательно то, что на самом деле её источником явилась не реакция главы Белорецкого района Миронова и его серого кардинала Карипанова на вот эту встречу, а источником этой проблемы явился звонок Рамилу Дельмухаметову, который, может быть, желая сделать приятное Хамитову, на самом деле предложил ему большую сильную. То есть именно от Дельмухаметова исходят требования вот этих репрессий. И мы в очередной раз видим, насколько совершенно идиотская внутренняя политика в Башкортостане окончательно разрушает гражданский мир в нашей республике. И людей, в общем-то, лояльных, таких как Кривоус, который депутат районного совета, сторонник партии «Единая Россия» и так далее, этих людей настраивает против действующей власти. В «Бишенке» на торте явилось исключение Кривоуса из партии «Единая Россия», в которой он не состоял. Тут уже, конечно, исполком «Единой России» в лице гуспотина Безатулина порвал последнюю майку на груди в стремлении доказать свою преданность и нужность республиканской власти. Причем, конечно, история трагичная, комичная. В конечном итоге пострадают дети, пострадают школы, пострадает образование. В принципе, любой итог деятельности нашей власти – это прямой ущерб тому, что у нас хоть чуть-чуть еще сохранено. Всю прошлую передачу мы посвятили истории с незаконным строительством дороги в Сиритамаке, в результате которого страдают дети и жители улицы Водолаженко, в результате которой они находятся в ситуации, когда их жизнь угрожает опасность. Мы обратились напрямую к депутату Госдумы Изотову, который является, в общем-то, виновником всей этой истории. Но в течение недели никакой реакции ни со стороны Изотова, ни со стороны администрации в Сиритамаке не последовало. Это, конечно, ожидаемо. И на следующей неделе мы направляем документы в правоохранительные органы с требованием и просьбой разобраться в этой ситуации, принять меры. Один из депутатов Государственной Думы на следующей неделе встречается с Минеральным прокурором России и тоже будет обсуждать этот вопрос. Я думаю, что сообща мы сдвинем эту историю с мертвой точки. И, невзирая на то, что Изотов не хочет, в общем-то, решить эту проблему мирным путем, я думаю, мы добьемся своего результата. Глава Республики Дашкортостан Хамитов опубликовал указ о проведении в 2020 году в Уфе фольклориады. Я не очень знаю, что это такое. Видимо, какой-то фестиваль фольклора. Меня позабавило, что господин Хамитов издает указы с прицелом на тот период, когда его, безусловно, уже не будет здесь в Республике, в Уфе. И мне сразу вспомнился фильм под названием «Письмо мертвого человека». Довольно забавно. То есть, теперь мы, наверное, увидим ряд всевозможных красивых прожектов, которые будут исходить от Хамитова на период, когда он заведомо не будет отвечать за результаты этих прожектов. В общем-то, это в его стиле. Наобещать, рассказывать много красивых историй и дальше ничего не делать. Редактор субтитров А.Семкин